Напомним, массовое тестирование по нормативам ГТО стартовало в волжских школах в конце февраля. На сегодняшний день в нём приняли участие уже более 2,5 тысяч учащихся. Специалисты муниципального центра тестирования ГТО посещают уроки физкультуры в школах, знакомят учащихся с историей и нормативами комплекса. Для преподавателей физкультуры организуются методические спринты, на которых проводится разбор методики тестирования и прорабатываются возможности включения элементов ГТО в школьные уроки. Также в ходе масс-старта известные волжские спортсмены, обладатели золотых знаков ГТО, знакомят школьников с разминочными комплексами и тренировочными упражнениями, а судьи центра ГТО проводят в учебных заведениях выездные тестирования. Учащиеся выполняют упражнения на скоростные и силовые качества, выносливость, гибкость и координацию. По словам специалистов, сдача норм ГТО позволяет оценить уровень комплексной физической подготовки, сравнить показатели разной группы учащихся. Добавим, тестирование школьников продлится до апреля и охватит все образовательные учреждения Волжского. Еще одним мероприятием, приуроченным к юбилейному году ГТО, станет первый городской фестиваль ГТО среди семейных команд «Сплоченные семьи». Команды в составе двух человек – родитель и ребенок, представляющие образовательные учреждения города, будут соревноваться в пяти видах испытаний, причем три из них будут общими для взрослых и детей. А отдельно школьники будут соревноваться в челночном беге, а родители – в стрельбе из электронного оружия.